Господи Божий наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилась и над земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царства, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дая им приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Суи Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Я маленькие вам инструкции дам после обеда. Так, Владимир Александрович, у вас должна быть четкая программа, чем дети будут заниматься. Они просто так отпустили, на качелях качаются, там на бум пошли, все без присмотра. Этого не должно у нас быть. Почему я скажу, без обиды только. Это дети нового поколения. Как говорится, Юэйч. Психология раба. А для раба что нужно? Работа, корм и палка. Накормил его, дал работу, не работает, палка и бей. Это три тысячи лет назад было сказано. Ничего не изменилось, такой же. Если бы вы были со свободной психологией, вы бы знали так. Подошла вместе, пойдем посчитаем такую-то книгу. Согласились вместе, давайте такой-то фильм посмотрим. Или давайте проверим, ягоды поспели, нет. Ну что-то предложено было, ничего нету. Они разбредаются куда угодно. Эти зашли играть в теннис, все остальных они не видят. Фрося на ходулях, дальше ничего не идет. Чтобы соорганизоваться, когда ничего нет, нельзя давать. Потому что это масса. Эта масса бросит с престола любого диктатора. А им делать нечего, они дуреют. Дай ему свободу, вот он захочет царствовать. Это Библия говорит. Этим не надо давать свободу. Они не умеют пользоваться. Они бьют друг друга, подставляют палки. Они вытворяют что угодно. Это дети, которые передо мной стоят. Я сегодня захватил, но это деревенцы. Сейчас поеду там наводить порядок. А что можно сделать? Это родители должны были подготовить. Дети не подготовлены и по нашему правилу, уставу. Мы не должны были их принимать некоторых. Некоторых. Он каждый день вот этот Андрей. Он не понимает даже, что он как бычок. Его отпустили. Он бредет, боднул одного, легнул другого. Ему травы наелся, лег спать. Веры-то никакой нет у него. Нету. Считает Евангелие, он за кошкой поволохся. Ему считаешь Евангелие, если он побольше только вот... Как у нас один был, помолился, пришел и дома спрашивает. Баба, а зачем мы иконы целуем? Надо девочек целовать. Девочек целовать. А то он в школу еще не ходил. Вот так. И поэтому им нужен надзор. Тщательно охранять девушек. Чтобы никто пальцем к ним не прикоснулся. И вы к ним не лезли. Даже если где-то играете вместе в футбол, и то старайтесь не ударить, ничего не было. Никаких разбойников-казаков. Я ясно говорю? Да. Тебе что-то опять касается. Понимаешь, ты точно такой же. Ты от Андрея недалеко ушел. Ты куда-то уже что-то... Ты внимательно слушай, что я говорю. Потому что, скажи, выправили... Так, это тот, наверное, который... Да. Он маленький. Это не ворона, это огрощёнок. Если от огрощёнок, он выпарился попозже маленький. И в гнезде он был ослаблен. Я вам расскажу его биографию. Если он вместе со всеми одинаково вырос, он бы здесь не был. И к нему родители не прилетят сюда. Они его не знают. Родители там с другими возятся. Четыре их. Он погибнет. Хорошо бы его поймать. Поймать и кормить. Кормить его кузнещиками, а потом его выпасть. Он ослабленный. На кресте сидит. Как он летает, можем мы посмотреть сейчас. А как его поймать? По дереву украли? Не нужно. Не нельзя лазить. Я не знаю. Не нельзя лазить по деревьям. Так. Так. Если он упадет, мы его подберем. Он обречен. Его никто не кормит, сам он не ест. Вот это так понятно. Он был ослаблен в гнезде, но он не урод, он может летать. Грачей очень много, так что гибель его ни на что не повлияет. Поблагодарим. Спаси Христос! А вот это, когда он замарается, он лицо мыть не умеет, он просто берет лапы, руки помочит и вот размажет грязь по лицу, потом он на лице так и застывает. Вот видите как, ты это видел? Да. А что ж молчал? Меня никто не спрашивал. Да зачем же спрашивать, если ты не раб, ты свободный, тебя не надо спрашивать, ты подошел и сказал, он не умывается, он не умеет умываться. Надо научиться. Еще время встревать. Трогайте его, не надо его трогать. Он маленький. Он боится. Гореть. Сейчас после обеда пойдем делать палки для удочек. Да, для удочек. Я не говорю, что я пойду. Вы сейчас поговорите, вот Владимир Александрович пойдет с вами и там все нарежет. Сперва занятия, а потом уже уйдут. И купание. И купание. А вот это не отменяется, Ваня. Рассказано, будет сделано. Первое купание, потом занятия, а потом удилище. Ваня. Что случилось?